Всем привет и добро пожаловать на канал! Продолжаем жить и выживать в Боржик Зомбодья. По информации, у нас 408 зомби убиты, 13 дней, 5 часов прожита игра и мы завили вуда работников фастфуда. Вес составляет 91 килограмм, любимое оружие это полицейская дубинка. В общем-то, здесь я заночевал на стуле в этом баре, ночь прошла без всяких эксцессов, происшествий, в общем, никто к нам не ломился. У нас сейчас идет голодовка, поэтому давайте что-нибудь заточим. В общем-то, я здесь позанимался фитнесом, но как бы 91 килограмм пока так и есть. В общем-то, надо что-то сожрать, наверное, не очень калорийно. У нас с собой есть конфеты, голод минус 10, газировка минус 8, жажда несчастья 140 калорий. И в принципе, давайте сардин тогда откроем. Открывай давай, раз-два. Открыл. Сейчас мы их заточим и пойдем с вами сегодня, так, я же полностью залутаем в магазин фермерский, в магазин оружия. Может быть, там нож найдем и посмотрим магазин с инструментами. Дело в том, что у нас по-прежнему нету ножей, хотя уже как бы на ножи можно и не рассчитывать. Дело в том, что мы и дубинкой неплохо так справляемся. Вот, у нас был дождь на самом деле, сейчас у нас уже опять начался снежок и в принципе все нормально. Час дня, минус 5 градусов по Цельсию, багажник у нас на этой машине теперь большой, можем сюда скинуть всякое ненужное. Так, ну, пока это можно закинуть, да, там семена капусты, допустим, можем закинуть. Сейчас воды наберем сразу, чтобы идти уже спокойно. Так, это все можно в принципе оставить. Ну, вот потрохи сюда закинем еще, иглу оставляем, фонарик нам пригодится, пистолет можно тоже закинуть. Просто пока лишний вес, все равно не стреляем и вряд ли будем стрелять. Ну, остальное в принципе можно и оставить, да. Это я сразу выбрасываю, это я прочитал перед сном, это тоже сразу в помойку, это в помойку. 12-16, довольно-таки нормально. Погодка, видимо, будет какой-то шторм или ураган, потому что прям такой снегопад начался очень плотный. На самом деле. Так, раковина, давай. Ага, отлично. Ну, он немножко у нас на самом деле проявление скуки начал делать. Но ничего страшного, это сейчас все развеется. Да, очень сильно чувствуется, что затянуло все на самом деле облаками, потому что сейчас у нас полвторого, да, и как бы все равно темновато все это выглядит. Так, давай, давай, заводись. Не слышно, как мотор должен заводиться на этой машине, не пойму в чем дело. В прошлый раз, по-моему, то же самое было. Вот только сейчас получилось. В общем, давайте сейчас здесь буквально квартал, наверное, проедем и остановимся. Ну что ж, это и есть тот самый магазин. Тут, конечно же, нас зомби услышали, но это ничего страшного. Порубим их. Так, ну что, у нас тут еще осталась группа. Ну, я надеюсь, что они нас, это, не побеспокоят. Внутри-то что там никого нет. И даже двери открыты. Отлично. Сразу идем в оружейку. Первым делом. Так, ну я слышу, что здесь кто-то есть. Либо за стенками, либо здесь все-таки. Ну, соответственно, да, здесь лучше, наверное, все это дело разобрать. Неохота мне сейчас этот ключ выбивать, сюда таскать зомби. Мы лучше побыстренько мы все это расколотим. Так тоже можно, если что. В принципе, это быстро. Ну, возможно, нас услышали гады. Главное, здесь надолго не засижаться. Я помню, в просто не ваш день меня здесь, собственно говоря, сожрали, поймали. В этой коробочке. Патроны брать не буду. Не хочу патроны брать. Если сяло на кинсмут идем, мы как бы это... Мы там найдем все, что нам нужно. Здесь это не имеет смысла. Но можно просто иметь в виду, что оно здесь есть. Но опять же, да, ножей я здесь не вижу. Здесь только патроны, обойма, огнестрелы в пару лежит. И все такое. Посмотрим еще коробку здесь. О, пожарный топор, кстати. У нас его нет, я его, пожалуй, возьму. Пригодится. Так, ну, здесь, наверное, бумажки, да, зубная щетка. И здесь по бумажке, да, блокнот и лист бумаги. Что, в принципе, как бы стандартная ситуация. В этих полках другого ничего не спавнится. Мышеловка. Кстати, да, спрашивали, как работают мышеловки. Я не знаю. Я, кстати, ими никогда не пользовался. Пользовался обычными ловушками. То есть мы берем мышеловку и правой кнопкой мыши жмякаем. Она ничего не представляет из себя. То есть вы избранной взять в основную, в дополнительную руку. И как бы поставить ее тоже нельзя. Если мы просто сбросим ее на землю, то она просто лежит, собственно говоря, на земле. Хотя, подожди. Можно же вот так вот установить ловушку, мышеловка, да. То есть все это работает, на самом деле, как с обычной ловушкой. Просто по земле кликаем и все. Поставили. И также убрать ловушку. А что, приманку в нее нельзя, да, добавить? Только убрать можно. Ну, слушай, опять дождь пошел. Не прикольно. Мышеловки возьмем. Пригодятся. Если где-то там на кинфуде осядем, попробуем грызунов каких-нибудь поймать. Так, здесь у нас что? Это мы берем. Кстати, шпинат, суп. Это все хорошо. Потому что в шпинате углеводов 33, белки 7, жиры 1 и 170 калорий. Это на самом деле хорошо. Для похудения прям годится. Шоколад забираем, муку брать не буду, весит дофига. И тем более из нее что-то готовить надо, ну, как бы такое себе дело. Вот всякие супы, консервы будем забирать, будем их точить. Потому что нужно худеть. Вот это вообще самая жирная, наверное, еда. Одна из самых жирных. В игре этот сухой завтрак 2300 или сколько там калорий в нем находится. Ну, прикольная тема. Тоже вот это все калорийное. Сахар брать не буду. Вот мед и арахисовое масло возьмем на случай голодовок всяких, если там еды не будет. Ну, вообще, как бы, что-то с едой, на самом деле, проблем нет даже на очень мало лута, когда мы играем. Поэтому ничего такого, как бы, сверхъестественного нету. И вот здесь еще одна комната осталась. Ага. Возможно, семена. Аптечка первой помощи, пустая. Пластырь, пинцет, зубная паста. Фигня. Набор для шитья. Нитки, да, лежат. Но он весит немного. Вот мы его возьмем, в принципе, да. Так. Давай водички сразу наберем. Будем, если видеть раковину, поднабирать воды. Потому что, ну, как бы... Собственно говоря, почему бы и нет. Давай тряпки сюда закинь. У нас 1588 получается по нагрузке, да. Потому что у нас молоток сюда вылез. Отвертка сюда вылезла. Вот так вот сразу становится легче. Пошли. Ну и здесь в основном фермерские приблуды. Не знаю, конечно, может быть, здесь нож получится найти. Но всякие лейки я тоже пока брать ничего это не буду. Нам бы яхту найти, а уже потом можно собирать, на самом деле, весь лут. Иначе, как бы, не особо-то все это полезно. Так, лесной камуфляж, жилет камуфляжный, рубашки камуфляжные. Вот, походные топоры. Соответственно, берем. Садовая прыскиватель 0,3 весит. Берем. Потому что для фермерства он потом понадобится. В целом, да. Ну, опять же, мы прочитаем рецепты. И сможем уже, как бы, мутить всякие фишки от заболевания. То есть, там от всякого разного. Там есть пару рецептов интересных. Я думаю, что мы их со временем тоже найдем. Так, это мы возьмем. Семена лишними, в принципе, не бывают. К нам зомби идут. И не один, да? Вот, увидели через окно. Ну, ладно, мы сейчас быстренько досмотрим здесь. Сейчас они там все это дело побьют. Ага. Странно, странно. Отлично. Хорошо. Так, ну что, тогда, в принципе, с этим магазином все. Можно выдвигаться к магазину инструментов. Он находится... Да, все-таки будет ураган. Минус 2, а идет дождь. Не прикольно. Совсем не так, как я планировал. Нужно уже найти радио, на самом деле, которое покажет нам погоду, будет предупреждать о штормах и тому подобное. Ладно, поехали, чуть дальше отъедем. Так, мы приехали к магазину. Здесь в этой области всегда около магазина куча зомби. Вот их убивать, в принципе, смысла никакого, наверное, и нет. Давай их сейчас зовем и уведем куда-нибудь в сторонку, чтобы они нам не мешали здесь лутаться. Все-таки, как бы, надежда на нож у меня присутствует. То, что здесь будет нож. Идите, идите все сюда. Давай еще раз подкрикнем, подсоберем. Главное их скучковать. Теперь, кстати, через толпу особо так не побегаешь. Даже при сильном, сильном навыке, то есть при хорошей физической подготовке, даже небольшое количество зомби может схватить, как бы, и запороть выживание. Раньше можно было, как сыр в масле, среди них кататься. Это была вообще не проблема. То есть, как бы, можно было прикалываться, бегать. Сейчас же такое не прокатывает. Я просто запускал, проверял это на личном опыте. Интересно было это посмотреть. Так, ну что, все. Еще вот здесь вот они были просто. Давайте, подходите, подходите все сюда. В принципе, куда их увезти, наверное, в сторону замагаз. Конечно, подкучковать бы хорошо. Но главное, в них не забегать. Во, во, смотри, сколько их. Вот так вот скучковали и пошли неспешно. Потому что я их точно убивать не буду. Это как бы мы задохнемся быстрее. Их очень много. Еще неизвестно, на самом деле, сколько их здесь будет. Но там еще сидят. Ладно, нормально. Главное, основную эту массу, да, сейчас сбагрить. Если там какие-то единицы останутся, мы, соответственно, сможем это все подразобрать. Что-то у них как-то звуки подлагивают. Подлагивают именно звуки. Хрипение ихнего. То ли гром мешает, то ли что-то еще. Ладно, погнали вот так теперь. Да, звуки что-то в ПЗ у меня залагали. Как будто прерывается дорожка. Лагает. Идем так, как раз сюда. Я не знаю. Ну, скорее всего, они нас потеряют. Главное сейчас это. Раньше времени не задохнуться. Не задохнуться. Кому как удобнее. Да, мы сейчас этот магазин инструментов полутаем. Уже задохнулся. И попробуем отправиться в сторону Малдера, в сторону Вестпоинта, на перекресток. На том перекрестке, опять же, я находил яхту. Там бывают интересные тачки всякие. Так, ну и давай сюда сразу зайдем. Закрыто. Не люблю такую погоду фиговую. Там кто-то есть внутри. Еще и начинает лагать ПЗ. Что-то странное. Так, погоди. Вон, сейчас выйдет. Ну, там не один. Из-за грома плохо слышно все это дело. Убирай. Ух ты, блин. Они все-таки доперли до меня. И зависло. Что такое? Не надо зависать. Что-то они опять со всех щелей приперлись, походу, да? Ну, не, это остатки. Я бы их вырубил, ну, просто... Сильно задыхаться тоже не хочется. ВЗ, не лагай, пожалуйста. Не знаю, с чем это связано. И ничего не менял. То есть, гром реально лагает. Я бью, не слышу, как я их бью. Наверное, перезапустить, что ли, придется. А то совсем не прикольно так. Опа, опа, опа. Чуть не поймали, да? Сюда отходим, чтобы с той стороны никого не цеплять. Отойди. Стороночку. Есть. Есть. Уже силы не те. Когда он выдохся, уже не то. Блин, сломалась эта штучка. Штучка сломалась у нас. Штучка под названием наш любимый газовый ключ. Я его сразу выкидываю, чинить не буду. Хотя здесь магазин инструментов. Можно было, конечно, и починить. Давай, подходи сюда. Ну, сейчас посмотрим. У нас вроде что-то еще было там в запасе. Сейчас в трейлере глянем. Вырубайся, вырубайся, давай. Наверное, лучше поехать в ночь, я думаю. Дело в том, что... Так, ну у нас есть такой ключ. Ну да, что-то газовое включение. Мне казалось, у нас как-то запас, что ли, был. Давай тогда, знаешь, что сделаем? Вот этот возьмем, он нормальный. Мы, тем более, сейчас найдем в магазине инструментов все это дело. Из-за лагающих звуков я могу не услышать, если кто-то будет внутри. Вроде пока слышно. Не пойму только, где он. Ага, здесь. Сейчас скример будет. Не, не здесь. Сзади, да, где-то стучится. Скримеры такие, кстати, прикольные. В ПЗ стали. Да, вот здесь стоит. И скример. Отдыхай. Есть, отлично. Вот здесь в коробке сразу посмотрим. Резиновый молоток, серп, гвозди. Все, стандартные все. Дайте нам ножей. Коробка болтов. Распиратор, штукатурки. Кстати, три штуки лежит. Это хорошо, когда базу строишь. Там томаты были. Ну, давай возьмем. Тихо, томаты заберем. Рюкзак сразу приготовлю. Туда складывать. Что по весу? По весу так же 91 получается. Металлическая труба. Киянка, пила. Опять металлическая труба. Да. Что-то как-то вообще на ножи. Просто, я не знаю, еще ни одного ножа не встретили, пока выживаем. Ну, книги я тебе брать не буду. Смотрим, еще здесь подсобка. Она вроде такая неплохая. Здесь можно и заничевать еще, и как бы, как и туалет, она используется, да. Брезент есть. Давай наберем воду. Бутылку с водой наполняем. Смотрим, что у нас на полке есть. Швабра и ведро. Ну, это да, это понятно. Такой звук здесь. Как будто вода. Как будто здесь есть вода. Так, каское средство, чистящий скотч. Скотч я возьму, конечно, не лучшее средство для починки, но, тем не менее, лучше хоть что-то иметь, чем ничего. Да? Верно же? Отлично. Так, ну, в принципе, с этим магазином все, и, в принципе, с этим городом все. Здесь осталось только продуктовый, и особо так, ну, ловить здесь уже и нечего. Плохое качество на этом стуле. Я думаю, может, как кресло, но все же это стул пластиковый. Ну, что, спать не будем. Сейчас в ночь поедем. Нам, в принципе, ну, довольно-таки такое расстояние ехать большое. Но, опять же, как бы, скорее всего, мы в ночь туда приедем. Потому что сейчас 7, но 12 часов-то он точно не будет ехать. Поэтому, в принципе, можно здесь немного поспать и ночью отсюда выехать. Это будет, в принципе, неплохая, неплохая, как бы, ротировка. То есть, мы сможем и отдохнуть, и поехать. А если, как бы, у нас припечет в дороге, да, там сонливость придет по приезду, опять же, то мы, как бы, заточим кофе. Кофе у нас есть. Это точно, я помню, в машине было. Ну, два чайных пакета есть. И вот, да, три банки кофе с собой. Это, кстати, надо выложить. Потому что нафиг, нафиг это все с собой таскать. Вот здесь вот поставим аккуратно стул. Я вот думаю, на всякий случай, может быть, поднять вот эту штуку. Потому что там стекла побиты. Если кто-то к нам будет долбиться, чтобы сразу так... чтобы сразу так нас просто взять, было нельзя. Вот так вот это ставим, все это дело. Дверь заблокирована теперь. Прикол. Не подумал бы. То есть, мы теперь должны сначала дверь закрыть, потом поставить. Это дело, ну окей. Ну, хорош, что я за что-то открылась-то. Закрывайся. Подожди, а что я через нее ходить могу? Не, уже не могу. Я как-то в ней стоял в самой текстуре. Все, что тогда? Мы сейчас позанимаемся фитнесом, опять же, да? Сейчас мы все это перекурим дело. Наша стрессовая кури. Снег пошел. Может быть, как раз и ураган. Мы либо в дороге пройдем, либо сейчас в ночи чуть-чуть поспим. Хорошо, открываем здоровье. Легкий урон, ничего страшного. Подъем корпуса будем, опять же, делать. Добьем регулярность эту полосочку до конца, чтобы уж как бы было хорошо. По навыкам у нас получается, фитнес особо не растет, но он нам нужен для худения. У нас легкий шаг, скоро зайдет на четвертый уровень. Также у нас проборность. Наверное, скорее всего, в этой серии зайдет там два очка осталось, две единички. Короткая дробящая потихоньку вкачивается, но до 300 еще тут набрать предстоит. Но в целом как бы процесс не стоит на месте, процесс у нас идет. Ладно, давай вернемся к нашему фитнесу. Делаем подъем корпуса. Сейчас он скинет сумку. Я чуть-чуть ускорю все это дело. Давай даже сильнее ускорим. Забьем, так сказать, мышцы до конца. Забились, хорошо. Рюкзак, рюкзак. Открывай рюкзак. У нас здесь в рюкзаке был журнальчик один сейчас. Где-то тут был. Точно говорю, вам был. Чипсы, фигипсы. А где журнал-то? Че, я его скинул? А может и скинул, не знаю. А может я его просто опять в глаза долблюсь, как говорится, не вижу нифига. Ну, я не вижу журнала, фиг бы с ним. Просто хотел прочитать. Он какой-то был непрочитанный журнал. Так, давай тогда делаем отдых. Прямо буквально, да, там. Скидываем еще раз, занимаемся и спим. Дело в том, что по ночи-то приезжать не хочется. О, сонливость пришла, супер. Все, давай тогда еще раз делай. Все это дело на ускорении. Но он полностью не выполнил, он забился. Окей, фиг с ним. Нам и так идет сильный голод. У нас, ну, мы рыбу съели. Не знаю, но в ночи, скорее всего, придет голодовка. Но все равно есть не будем. Лучше голодовку потом откормим по пути. Все, ложимся спать. Три часа сорок минут на часах. Погода устаканилась. Легкая боль идет. Это у нас боль в шее. Голодовка так и не наступила. По информации, 91 килограмм. Ну, калории-то мы точно подсбросили. И это прямо инфосотка. Так, теперь отсюда надо выйти. Я нифига не вижу, блин. Давай поднимем обратно этот мусорный бак. Поставим его. Обратно на место сюда. Давай раз. Из бачка. Не, из раковины, ладно. Бутылку с водой наполняем. Ну и все, и можно отсюда выдвигаться. Сейчас мы через окно вылезем, чтобы там лишнее не цеплять. Куда я их уводил, они могли смигрировать обратно, конечно же. Сколько градусов на улице? Минус 8. Под ногами все хлюпает. Неприятная погода. Неприятная дождь со снегом. Это отстой. Уж лучше просто дождь или снег. Ну, как по мне, да? Так на вкус и цвет, как говорится. Каждому свое. Заводись, машина. Звуки вроде гром прошел, нормализовались. Я не перезапускал игру. Как бы что-то это, пока в здании ковырялись, я забыл. О, голодовка пришла. Значит, время пришло позавтракать. Стопэ. Что-нибудь не колорит шпинат. Давай шпинат. Откроем. У нас получается несчастье плюс 10. А что у тебя несчастье-то? Шпинат, он полезный. Давай ешь. Отлично. Поели. Минус 4 в машине. Печку включать не буду, а вот фарами мы воспользуемся. Ладно, покатили отсюда на перекресток. Минус 4 в машине. Минус 4 в машине. Итак, что-то я ехал. Несколько раз тут ударился. В общем, походу, ушатал я машину. Этот удар она не перенесла. Постоянно глохнет из нее. Никак она не хочет дальше ехать. Просто каждый метр вырубается. Блин, вот этот полный отстой сейчас произошел. Как такое могло произойти? Вроде ехал-то. Мы ее даже сейчас подчинить, наверное, не сможем. Да, он сразу глушит все это хана. Это называется непредвиденные фиговые обстоятельства. Вот так вот и появляются тачки в дорожных событиях. Вот отстой, а. Давай посмотрим, что там с движком-то случилось. Хлюпает под ногами. 6.50 уже, 7 утра. Мы, на самом деле, приличное расстояние проехали. Ну, как бы ехать еще двигатель в ноль. Ну, как бы да, она бескапотная. Видимо, все... Все пропало, шеф. Все пропало. Я не могу починить. Собственно говоря, у нас нет навыка автомеханики. Придется оставлять ее здесь. Здесь тоже ключей нету, как бы. Приехали, что называется. Вот отстой-то какой, а. Здесь столько хабара лежит. Теперь тачку надо искать. Так, давай подумаем. Ну, нам по-любому надо двигаться дальше. Значит, мы пойдем пешком. У нас, как бы, нет вариантов. Значит, что мы сейчас будем делать? Мы возьмем с собой некий запас провизии, запасное оружие. Мы возьмем вот эту сейчас большую походную сумку в дополнительную руку. Конечно, с ней, опять же, ходить. Такое себе дело. Он будет усугублять все это дело. Ну, как бы, скорость, да, там, все это дело срезать. Но что делать? Дубинка у нас полицейская скоро вообще выйдет, уйдет. Я думаю, что проще ее просто выкинуть. Просто мы ее выкидываем. Блин, так хорошо ехали. Вот надо было тебе врезаться. Это все потому, что не воскресный водитель. Воскресный водитель аккуратный, хорошо ездит потихоньку. Никого, собственно говоря, не трогает. Так, резиновый молоток. Три таких гаечных ключа. У кого вес? У этого три, у молотка два. Урон такой. Здесь урон примерно такой же. То есть, выгоднее взять молоток на ремень справа. Да, мы его сейчас забацаем. Есть. Ключ у нас, кстати, в каком состоянии? Включ у нас в нулевом состоянии. Запасной резиновый молоток мы кидаем сюда. Но у нас есть с собой обычный молоток, кухонный нож, два походных топора. Весь инструмент у нас есть. Даже еду я брать не буду. У нас вот этого всего должно, в принципе, хватить за глаза. Набор для шития я скидываю. Всякие вот эти вот коробки, на самом деле, опрыскиватель сюда скину. Ну, я просто что, запомнил, где машина стоит. Мы ее потом, соответственно, заберем. Пожарные топоры тоже скину. Уж очень оно много весит. Это как бы полезная вещь, но, увы, увы и ах, он остается здесь. Семена всякие, да, сюда идут. Тряпки оставляем, иголки оставляем. 30 из 30. А что тут такого весит? Топоры, что ли? А, ну инструменты я закинул. То есть, если что, лут какой-то сюда будем брать, в эту сумку. А пока я не хочу нагружать, чтобы он быстрее двигался. Ну что ж, толстый, пойдем с тобой пешком. Резиновый молоток. Ну все, оставляем так, как есть. Возьми в руку гаечный ключ. Пойдемте, что нам делать? Сейчас тихим ходом надойдем, я думаю. Как у нас по здоровью? Надо есть, чтобы восстанавливать. Но я есть, не хочу. Я хочу похудеть. Мне нужно избавиться от избыточного веса. Все, пойдемте. Очередное дорожное событие. Вроде здесь все тихо. Давай сишку задымим. Сишка, сишка. Блин, надо ее в избранное добавить. Я вечно ее ищу. Давай. Курим. Быстренько. Может просто, я понимаю, что разбито, но может пару метров там прокатимся. Да все закрыто. Все, тлен, все бесполезно. Все закрыто. Пошли дальше. Так, небольшая группа зомби. Блин, конечно, без тачки остаться. Уже когда дофига лута, это лютая дичь какая-то. Нормально. Рубим ключом очень хорошо. Очень качественно. Ну, конечно, плюс ножа в том, что... Так, ну что у вас такого нету? Плюс ножа в том, что он не устает от ножа. Не будет у нас лишней напруги. Так. Ну понятно. Все вжареные машины. Хотя бы 10 метров проехать. Больше у меня и не надо как бы. О, ключ есть. Бензин есть. Заводится. Отлично. Отлично. Мы почти что снова на коне. Только этот конь скоро развалится. Давай посмотрим, что под капотом. Ну да, да, да. Глушитель будет собирать зомби. 11 процентов. Аккумулятор 14, глушитель 12. Ну все, все. Все тарахтит, все гудит. Все как мы любим. Колеса схода-развал вообще отсутствуют в принципе. Ладно, поехали. В общем-то машина хочет нас точно угробить. Глохнет. И все такое. Но мы их всех не вырубим. Это будет долго. Их проще отсюда уводить в сторону леса. Вот эта машина, конечно, стоит вроде такая царапанная. Но ничего. Ее бы посмотреть. Потому что, ну, что-то мы объехали здесь, да. Все вокруг здания. А лодок-то и нет никаких. Ни лодок, ни яхт. Ни даже проклятые резиновые лодки с веслами. Чтобы убраться отсюда на остров. Не канает такое, да. Спокойно, спокойно. Кстати, смотри, это военный стоит. Действительно. Это охотник. Это не военный. Это охотник стоит. Я опять смотрю. Зомби стало много. У меня опять звук залагал от зомби. Ну, какая-то шляпа. Ладно, пошли. Отведем их в лес. Под кусток. Так, здесь кустков. О, я же говорю охотник. Здесь, смотри, события охотничьи. Ловушки, клетки стоят. Ну, что-то у них бесполезно. Холодильников нет. Палатки мне ваши нафиг сейчас не сдались. Хотя мы пешком ходим. Могли палатку с собой из машины взять, но не стал я брать из-за лишнего веса. Подходите сюда быстрее. Мы их за заправку поведем, потому что там, по-моему, лес был. В той степени, да? Опять же, надо вас скучковать. Давай рискнем вот так вот. Чтобы их подускорить. Ну, такое себе дело. Идем, 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 идем сюда. Ну, лес далековато. Ну, что ж, поделать. Нормально. Два часа дня. Я не знаю, если здесь тачка сейчас без ключа будет и не заведется, как бы нам придется здесь заночевать. Потому что в ночь пешком идти в сторону Вестпоинта вообще не хотелось бы. Вестпоинт такой, он не очень-то безопасный городишко. У нас голодовка еще пришла как не вовремя. Давай конфету съедим. Я понимаю, конечно, что это как бы не для похудения еда, но в таких условиях нам нужен заряд сахара. Идите, идите все сюда. Кучкуемся, кучкуемся. Сюда идем. Начинаем идти вот так. Так, 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 обходим. Выходим сюда и здесь вот так вот небольшими кустами без пальма сваливаем нафиг. Я даже, по-моему, не при... Не это... Без режима скрытности прошел. Просто по кустам. Какие-то остатки остались здесь. Ловушки. Где мне вас сейчас таскать эти ловушки? Выйди. Бета-блокатор давай возьмем. Это остатки? Это нормально. Нам сейчас надо ту тачку посмотреть. Вот она, собственно говоря, и проворность зашла у нас. Да, так точно у нас доступна теперь более хорошая проворность. Пошли вот так пробежимся чуть-чуть. Сюда надо подойти. В принципе, Малдро ближе, но я не знаю насчет Малдро. Лодки больше я встречал в Вестпойнте. Так, открыто. Пусто. О, есть ключик. Возьми ты ключ. Че ты повел куда-то мышкой? Бенза чуть-чуть есть. Давай. Посмотрим сейчас на состояние движки. Блин, хорошо. Повезло с тачкой на самом деле. Так, тормоза фиксим. Колеса так. Нам хватит покататься на ней, конечно. Только бензина нет. Канистр у меня, конечно же, с собой тоже нет. Они остались у нас в нашем грузовике. Но здесь есть заправка. Есть вариант туда зайти и попробовать. Да, и генератор тоже в машине остался. Попробовать канистру найти. Если она полная будет, неполная. Вот с этой машиной можно сцедить. Топливо будет. Давайте это сейчас мы и проверим. Блин, тут опять же несколько зомби. Четыре. И здесь еще есть. Так, давай заглушим. Сейчас топливо нужно экономить. Этих сразу вырубаем, пока на нас те еще идут. Есть. Есть. Давай на этих выходим. Так, но их было четыре. Это точно... Ой, ой. Откуда у вас там на перекрестке-то столько взялось? Алло. Это какие-то мигранты оттуда идут. Они вот прямо четко шли. Ладно, давай сюда идем. Конечно, конечно. Все, не слава богу, блин. Нам канистра с топливом нужна. Витамины. Хочу я брать ваши витамины, насосы, таскаться с ними. Мясо вяленое. Калории 100, голод минус 20. Кстати, хорошая тема. Поэтому положим. Ага, отлично. Так, по весу у нас по-прежнему 91. Наверное, слишком часто я его контролирую и слишком многого хочу. Ну, в смысле, чтобы он быстрее похудел. Разводная ключ в хорошем состоянии. У нас в запасе есть в хорошем состоянии ключи. Это не для нас. Так, бутылка с водой. Возьмем А заюзанную скинем. Так. Походу, нам на топливо здесь как бы это болт Иваныч. Не очень хорошее. Не очень хорошее дело. Хотя бы даже пустую канистру будет найти. Я уж не говорю о полной. Подсобка здесь, по-моему, да, еще у них находится или туалет. Подсобка полностью пустая. Не очень-то все по плану идет. Не очень. Вернуться на машине до туда, где у нас стоит наш трейлер. С него, в принципе, слить топливо, да, как бы заправить ее и на ней дальше пропутешествовать. Это самое благоразумное, что мне приходит в голову. Но, как бы, ничего не могу сказать, как лучше сделать. Потому что, ну, если мы оставим машину... О, у нас англивость пришла. Пипец. Наверное, точно до тачки лучше съездить. То есть, мы как бы сможем более основательно ратироваться и опять плотно поехать. Ну, даже если не в Вестпоинт, если там замесы лютые будут, и яхты не будет, мы через мост поедем на сторону Мегамола, там вот этого, да, большого, там уж точно лодка будет. В общем, давайте это сделаем в следующей серии. Пишите комментарии, как лучше поступить. Но я думаю, что лучше поехать все-таки забрать с нашего грузовика, с этого трейлера наш Хабар, а потом уже отправиться в сторону Вестпоинта. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, жмякайте на колокольчик, заходите в группу ВКонтакте, присоединяйтесь на сервис Дискорд. Буду искренне рад. В общем, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok